Карма, судьба и свободная воля Теория кармы является общей для многих восточных религий. В своей наиболее распространенной форме она утверждает, что имеет место некая всеобщая учетная система, в которой каждый человек должен пережить последствия всех своих действий, кармы. Добрые дела приносят хорошие результаты, а плохие неотвратимо ведут к страданиям, совершившего их. Согласно данной теории, последствия действий или карм не обязательно переживаются в этой жизни, а могут переходить в будущее. Отсюда постулируется несколько подразделений кармы. Ниже следующая классификация, которой пользовался Шри Романа, присутствует во многих течениях индуистской мысли. Санчита карма Общий запас кармических долгов, накопленный за предыдущие рождения. Прарабдха карма Та часть санчита кармы человека, которая должна быть отработана в этой жизни. Поскольку закон кармы подразумевает детерминизм в действиях человека, то термин прарабдха часто переводится как «судьба». Агами карма Новая карма, аккумулированная за время данной жизни и переносимая в будущее воплощение. Шри Романа принимал действительность законов кармы, но говорил, что их применимость ограничена тем временем, когда человек представляет себя отделенным от Атмана. На этом уровне, уровне Аджиняне, люди, по его словам, проходят через серии предопределенных заранее деятельностей и переживаний, каждая из которых является следствием предшествующих мыслей и действий. Иногда он даже говорил, что любое действие и переживание человеческой жизни определено при рождении, а единственная свобода человека — осознать, что нет ни действующего, ни переживающего. Однако сразу по самореализации не остается переживающего посредствия действий, и поэтому все здание законов кармы тогда становится излишним. Шри Романа рассматривал закон кармы как проявлений воли Бога. Он говорил, что до самой реализации есть личный Бог Ишвара, управляющий каждой человеческой судьбой. Это Ишвара предопределил, что все должны пережить последствия своих действий. И это Ишвара выбирает последовательность активностей, которым живущие должны подвергнуться в каждой жизни. Человек не может избежать приговора Ишвары, пока еще отождествляет себя с деятельностями тела. Единственный путь освобождения от власти Ишвары — полностью превзойти карму постижения Матмана. Возможно ли в будущем теле преодолеть прабадха-карму? Ведь говорят, что она длится до смерти тела. Да, если деятель, от которого зависит карма, то и сега, возникшая между телом и Атманом, погружается в свой источник и утрачивает форму, то как может уцелеть связанная с ним карма? Когда нет я, кармы нет. Говорят, что прарабтха-карма — только малая часть всей кармы, накопленной в предыдущих жизнях. Это так? Человек мог выполнять множество карм в своих предшествующих рождениях, но в этом рождении он должен пережить плоды только немногих выбранных. Это напоминает показ слайдов, когда для демонстрации отбираются несколько диапозитивов, а остальные откладываются до следующего раза. Вся карма в целом уничтожается только обретением знания себя. Различная карма, являющаяся результатом предшествующего опыта, — это слайды, а ум — диапроектор. Последний должен быть разрушен таким образом, чтобы впредь не было изображения и не было ни рождений, ни смертей. Кто показывает слайды? Каков механизм, отбирающий малую долю санчита кармы и затем решающий, что она должна быть пережита как прорабдха карма? Люди должны нести свои кармы. Найшвара управляет выбором из этих карм всего наилучшего для своей цели. Бог манипулирует плодами кармы, не добавляя и не убавляя из нее. Подсознание человека — это хранилище хорошей и плохой кармы. Ишвара выбирает из него то, что считает наиболее подходящим в данное время для духовной эволюции каждого человека, будь то приятно или мучительно ему. Таким образом, здесь нет ничего произвольного. В «Упадеша Сарам» вы говорите, что карма приносит плоды благодаря закону Бога, карта. Означает ли это, что мы пожинаем последствия карм исключительно по Божьей воле? В этом стихе карта подразумевает Ишвару, Бога. Именно он распределяет плоды действия каждому человеку в соответствии с его кармой. Это означает, что он есть проявленный Брахман. Подлинный Брахман не проявлен и недвижим. Лишь проявленный Брахман именуется Ишварой, и он дает каждому плоды в соответствии с его действиями, карма. Здесь подразумевается, что Ишвара – только посредник, платящий за выполненный труд. Это все. Без этой шахте и силы Ишвары карма не могла бы возникнуть. Вот почему говорят, что карма в ее сущности инертна. Нынешние переживания являются результатом прошлой кармы. Если мы знаем ошибки, совершенные ранее, то можем исправить их. Пусть одна ошибка исправлена. Однако от прежних рождений остается вся санчита карма, дающая вам бесчисленные рождения. Ваш подход неправилен. Чем больше подрезают растения, тем энергичнее оно растет. Чем больше вы исправляете карму, тем сильнее она копится. Найдите корень кармы и удалите его. Означает ли теория кармы, что мир есть результат действия и реакции на него? Если так, то действия и реакции чего? Пока нет реализации, будет карма, то есть действие и реакция. После реализации не будет ни кармы, ни мира. Если я не тело, то почему ответственен за последствия моих хороших и плохих поступков? Если вы не являетесь телом и не имеете представления «я делатель», то последствия ваших добрых и плохих действий не повлияют на вас. Почему вы говорите о действиях, совершаемых телом «я делаю это» или «я делаю то»? Пока вы отождествляете себя с телом, вы затрагиваетесь последствиями этих действий, то есть накапливаете хорошую и плохую карму. Но так как я не являюсь этим телом, то в действительности не ответственен за последствия хороших и плохих действий. Если вы не тело, то почему вас волнует этот вопрос? В одних книгах утверждается, что человеческое усилие источник всей возможной силы и даже может превзойти карму. В других говорится, что все – божественная милость. Совершенно неясно, кто здесь прав. Да, некоторые философские направления считают, что нет Бога иного, чем карма предыдущего рождения. Что карма, выполненная в настоящей жизни в соответствии с писаниями, есть пуруша кара, человеческое усилие. Что предшествующие нынешние кармы встречаются для открытого боя словно два барана, и что слабейший гибнет. Вот почему их последователи говорят, что человек должен усиливать пуруша кару. Если вы спросите этих людей, в чем источник кармы, то они ответят, что так вопрос ставить нельзя, ибо он подобен вечному, что первично – яйцо или курица. Полемики подобного рода являются просто спорами, которые никогда не приведут к окончательной истине. Вот почему я говорю, сначала найдите, кто вы есть. Если человек спрашивает себя, кто я, как я получил это ошибочное представление, Доша, что я живу, то я успокоится, и он постигнет атман. При правильном выполнении этой идеи Доши будет устранена, и мир приобретен. Впрочем, почему приобретен? Атман остается, как он есть. Сущность кармы в познании истины самого себя вопрошанием «Кто я, делатель, начинающий выполнять кармы?» Если исполнитель карм, эго, не уничтожен исследованием, то совершенный мир высочайшего блаженства, являющегося результатом кармы-йоги, не достигается. Можно ли в выполнении мантр или джапы смыть последствия своих плохих действий? Или обязательно нужно пережить их? Если нет чувства «я выполняю джапу», то плохие действия, совершенные человеком, не затронут его. Если же это чувство присутствует, то последствия скверных поступков сохраняются. А разве заслуги, накопленные добродетельными действиями, не погасят недостатков, собранных греховными поступками? Пока есть чувство «я делающий», человек должен пережить результат своих действий, независимо от того, хорошие они или плохие. Возможно ли уничтожить одно действие другим? Когда упомянуто и утрачено, на человека ничто не действует. И если он не осознает себя, то чувство «я делающий» никогда не исчезнет. Есть ли для достигшего самореализации необходимость в джапе? Нужен ли тапас? Благодаря силе прарабтхи жизнь продолжается, но постигший себя ничего не хочет. Прарабтха-карма имеет три категории ичха, аничха и паричха. Действия ради собственных желаний, без желания и вызванные желаниями других. Для осознавшего себя ичха прарабтхи нет, но две другие аничха и паричха остаются. Любые дела джняни выполняет только для других. Что бы джняни ни сделал для других, последствия на него не влияют. Какие бы действия освобожденные не совершали, нет ни заслуг, ни грехов, затрагивающих их. Они делают только то, что предписано принятыми правилами жизни в миру и ничего более. Те, кто знает, что все переживаемое ими в этой жизни уже суждено их прарабтхой, будут спокойны, что бы ни случилось. Знайте, что все переживания человека будут ему навязаны, хочет он того или нет. джняни не имеет кармы, больше ею не ограничен. Почему же тогда он все еще остается в своем теле? Кто задает этот вопрос? Осознавший или о джняни? Зачем нужно беспокоиться, что делает джняни и почему? Позабудьте о себе. Сейчас вы считаете себя телом, а потому думаете, что он тоже имеет тело. Но разве джняни говорит, что у него есть тело? Он может выглядеть для вас имеющим тело и казаться выполняющим действия этим телом, как и все остальные, но сам знает, что бестелесен. Сгоревшая веревка по форме еще напоминает обычную, но для связывания чего-либо уже непригодна. Таков и джняни. Он может выглядеть подобно другим людям, но это только внешние впечатления, которые трудно рассеять, пока наблюдатель отождествляет себя с телом. Вот почему в ответ на подобные вопросы иногда говорят, тело джняни сохраняется до завершения работ силы прорабтхи, а после того, как прорабтха исчерпана, оно умирает. В качестве иллюстрации влияние прорабтхи используют пример с выпущенной стрелой, которая неизбежно будет двигаться вперед и поразить цель. Но истина состоит в том, что джняни превзошел все кармы, включая прорабтха карму, и не связан ни телом, ни его кармами. Нет ни йоты прорабтхи для тех, кто непрерывно внимает пространство сознания, всегда сияющему, как я есть, неограниченному обширным физическим пространством, проникающему всюду без ограничений. Только о них гласит древнее высказывание, не судьбы для тех, кто достиг или пережил небеса. Если что-то приходит ко мне без всякого планирования и усилий с моей стороны, и я наслаждаюсь этим, то не возникнут ли здесь плохие последствия? Дело обстоит по-другому. Каждое действие должно иметь свои последствия. Когда что-либо приходит к вам в следствии прарахтхи, вы ничего не можете сделать. Если вы принимаете приходящее без особой привязанности, без желания большего или повторения того же, то это не повредит вам приближением к дальнейшим рождениям. С другой стороны, если вы наслаждаетесь полученным с большой привязанностью и, естественно, желаете еще большего, то это непременно ведет ко все новым и новым рождениям. Согласно астрологической науке, можно предсказывать грядущие события, учитывая влияние звезд. Это правда? Пока у вас есть чувство индивидуальности, все это правда. Когда оно уничтожено, все это неверно. Значит, астрология не истина в отношении тех, чья индивидуальность разрушена? кто останется, чтобы заявить об этом? Видение возможно только, когда есть тот, кто видит. Те, чей эгоизм разрушен, в действительности не видят, даже если они кажутся видящими. Судьба есть результат прошлых действий и относится к телу. Пусть оно действует как ему угодно. Почему вас интересует это? Почему вы обращаете внимание на это? Все, что случается, происходит как следствие прошлых действий человека, божественной воли и других факторов. Говорят, что настоящее обусловлено прошлой кармой. Можем ли мы превзойти ее сейчас своей свободной волей? Познайте, чем является настоящее. Сделав это, вы поймете, что подвержено воздействию или имеет прошлое и будущее. А что есть вечно присутствующее и всегда свободное, незатрагиваемое прошедшим, будущим или любой прошлой кармой? Существует ли такая вещь, как свободная воля? воля? Чья это воля? Чувство наслаждения и свободной воли присутствует, пока есть чувство делания. Но если благодаря практике вечары она утрачена, то действовать, руководить ходом событий будет божественной волей. рог побеждает саджняной самопознанием, которая лежит по ту сторону воли и судьбы. Я могу понять, что главные события человеческой жизни, такие как место рождения, национальность, семья, карьера или профессия, брак, смерть и тому подобное, обусловлены его кармой. Но предопределены ли все детали жизни, вплоть до самых мелочей? Вот я кладу этот веер на пол. Возможно ли, чтобы уже заранее было решено что в такой-то день и такой-то час я сделаю определенные движения и положу его сюда? Конечно, все, что это тело должно сделать и все переживания, через которые оно должно пройти, уже предрешены в самом начале его существования. В чем же тогда состоит свобода человека и ответственность за свои действия? Человек свободен только в том, чтобы бороться и приобретать джняну, которая даст ему возможность не отождествлять себя с телом. Оно неизбежно пройдет через действия, предопределенные прорабкой. Но человек свободен либо отождествлять себя с телом и привязываться к плодам его действий, либо быть независимым от тела, выступая простым свидетелем его активности. Поэтому свободная воля миф свободная воля удерживает позиции только в соединении с индивидуальностью. Пока отдельное бытие сохраняется, свободная воля есть. Все писания основаны на этом обстоятельстве и советуют направлять ее в правильное русло. Узнайте, кого затрагивает судьба или свободная воля, откуда они приходят и пребывайте в их источнике. Сделав это, вы превзойдете обеих. Такова единственная цель обсуждения вопросов о судьбе и свободной воле. Для кого возникают эти вопросы? Выясните и пребывайте в мире. Если предопределенное обязательно случится, то в чем польза усилий или молитвы? Может быть следует оставаться праздным? Есть только два способа победить судьбу или стать независимым от нее. первой исследовать, кому она принадлежит и обнаружить, что судьбой ограничено только эго, а не атман, и что эго не существует. Другой убить эго полной отдачей себя Господу, осознавая свою беспомощность и постоянно повторяя «не я, но ты, Господи». полностью отбрасывая чувства «я» и «моё» и предоставляя ему делать с вами все, что он пожелает. Отдача не может считаться совершенной до тех пор, пока преданный хочет от Господа того или иного. «Истинная отдача есть любовь к Богу ради самой любви, а не чего-то еще, даже не ради освобождения». Другими словами, чтобы победить судьбу, необходимо полностью стереть эго, либо самоисследованием, либо посредством Бхактимарги.